Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Рада вас приветствовать! И сегодня мы с вами разберёмся, как сделать так, чтобы центральная нервная система, эмоциональная сфера служила нам верой и правдой долго и приносила только хорошие эмоции. Ну и прежде чем начать, я должна буквально-буквально чуть-чуть погрузить вас в такую информацию техническую по нашему организму. У нас есть острый стресс, действуют одни гормоны, а есть хронический стресс, действуют совершенно другие гормоны. Острый стресс – это когда вас кто-то напугал. Вы, наверное, вспомните такую ситуацию, когда кто-то напугал, сердце сразу колотится, дыхание поверхностное, давление прям подскакивает, кто это чувствует. И надо либо бежать, либо дерись, либо беги. Вот эти гормоны, они называются катехоламины, гормон адреналин и катехоламин, норадреналин, они стрессовые, острый стресс, они делаются в мозговом слое надпочечников. И они предусмотрены для того, чтобы организм мобилизовался и сбежал, так скажем, или спас свою жизнь путем физической агрессии, так скажем. То есть это гормон стресса, который очень позитивный на самом деле. В этот момент еще и печень берет гликоген, превращают в глюкозу. Глюкозу выбрасывают в кровь, и это дополнительная энергия. В это время расширяются бронхиолы, и больше кислорода проникает в кровоток, для того, чтобы каждая клеточка была более эффективна. В это время просто обменные процессы все разгоняются. Но это острый стресс. Он длительное время не может быть. Соответственно, острый стресс, либо человек отрабатывает, дерется или бежит. Но у нас сейчас острый стресс поступает, например, с экранов телевидения, телевизора. Нас чем-то напугали, нас чем-то расстроили, нам дали плохую какую-то информацию, и мы ее каждый по-своему перед своим телевизором пережелываем. А я сейчас вам скажу, что ее нужно оттанцевать. Вот буквально врубить громко музыку и оттанцевать. Можно побоксировать невидимого противника. Как японцы выходят из этой ситуации? Он пошел к начальнику. Начальник сказал все, что о нем думает. Этот наемный сотрудник выходит, видит грушу с лицом начальника. Отбоксировал эту грушу и уже освобожденный от катахоламина ушел. И если этого не сделать, то эти катахоламины будут еще какое-то время циркулировать в крови и создавать все мыслимые и немыслимые, неблагоприятные, уже изнашивающие воздействия на организм человека. А это нам совершенно не нужно. Обычно мы имеем дело все-таки с хроническим стрессом. Например, вы переживаете, что растет курс доллара и падает курс местной валюты. И прям не понимаете, когда это все дело остановится. И вы сильно переживаете. Вы не понимаете, когда закончатся карантинные мероприятия, и вам позволят выйти на работу, чтобы заработать еще денежку. А денежки уже заканчиваются или закончились еще позавчера. И вы сильно переживаете. Или, ну там, боже, столько таких ситуаций. Кто-то из домашних вас напрягает. Муж не слушается, делает не то, что надо. Уже 21 год совместной жизни. То есть мы все так или иначе находимся в каких-то стрессовых ситуациях. Даже если я смотрю по своему ребенку. Если никакой активной стрессовой ситуации нет, она себя обязательно придумает. И здесь уже работает совершенно другой механизм. Этот механизм, он контролируется гипоталамой, гипофизарной системой. Это то, что в головном мозге находится. А и надпочечники тоже реагируют. Но это кора надпочечников. То есть стрессовые гормоны, глюкокортикоиды и минералокортикоиды делаются именно в коре надпочечников. Что они делают? Например, глюкокортикоиды берут белки вашего тела, например, ягодичные мышцы. Расщепляют их до аминокислот и бросают в топку эти аминокислоты. То есть, чтобы эти аминокислоты сжечь с образованием энергии. Так, бывают такие случаи, когда человек пережил какое-то горе, такое глубокое горе, и он прям высох. Может быть, вы видели таких людей. Ну, там высох прям и жировая клетчатка сожглась, и белковая компонента сожглась. Жиры превращаются в глюкозу. Тоже этот же момент. Очень многие люди от такого стресса затяжного очень худеют. Это не хорошее похудение, сразу вам скажу. Это и жировая ткань теряется, и самая ценная – костная мышечная ткань. При этом повышается глюкоза в крови, очень легко войти в сахарный диабет второго типа. И при этом подавляется иммунная система. И мы сейчас с вами должны быть на пике вообще работоспособности нашей иммунной системы. Не только сейчас, а вообще всегда должны быть на пике. Но если вы позволяете себе находиться в состоянии хронического стресса, то от иммунной системы добра не жди. Когда включаются минералы, картикоиды, это другие гормоны, то человек начинает удерживать воду почками, растет артериальное давление. И характерны вот эти ночные походы в туалет. Когда днем вроде бы нормально с мочеиспусканием, а ночью прям 2-3 раза мочевой пузырь будет. Иди в туалет, иди в туалет. И человек не может прям выспаться, потому что это уже минералокартикоидный механизм. Поэтому наша задача взять себя в руки и понять, как мы можем себе помочь. Потому что все эти вещи достаточно хорошо изучены. Ну, если вам не подойдет, конечно, психологи работают с этими состояниями. Конечно, с этими состояниями работают, ну, все работают. Если вам не подойдет фраза «и это пройдет», то давайте биохимически разберемся с этими моментами. Для начала я предлагаю пройти такой мини-тест. Я вам буду задавать вопросики, а вы будете каждый вопрос позитивно оценивать, который позитивный для вас, оценивать загибанием одного пальчика. В конечном итоге вы поймете, сколько пальчиков вы загнули. Итак, первый момент. Усталость. Это называется синдром хронической усталости. Поспал, вроде бы встал, но как только встал, уже устал. То есть нет возможности прям начать день. И самое неприятное в дне – это утро. Такие люди говорят, утро добрым не бывает, особенно до первого кофе. Усталость. Трудно поднять себя с постели. И вообще трудно в течение дня каким-то образом разогнаться. А работать-то надо. У кого позитивный такой, про кого эта сказка, зажмите один пальчик. Следующий, второй момент. Есть трудности с подъемным каждое утро, даже если вы долго спали. Но здесь есть две фазы. Первая фаза – невозможно уснуть. Что такое стресс? Это многострессового гормона под названием кортизол. Это реально стрессовый гормон, причем гормон хронического стресса. И он, по идее, должен быть максимальным утром. Поэтому вы должны с легкостью распахнуть глаза, потянуться и, ой, наконец-то новый день. Я сделаю много великих дел в этом дне. Это нормальный уровень кортизола, который утренний, он самый высокий. Потом кортизол потихонечку-потихонечку расходуется. И к вечеру минимум кортизола, и вас клонит в сон. И многие люди говорят, «Не, мне вопросы не надо задавать вечером. Ты мне лучше утром вопросы задай». Это я норму рассказала. А первая фаза истощения или недостаточности коры надпочников – это когда невозможно уснуть, потому что кортизол утром низкий, но он в течение дня разгоняется и становится более-менее высоким к вечеру. Конечно, на высоком кортизоле невозможно заснуть. Зажмите пальчик. Но если у вас вторая фаза, два пальчика зажмите, вы рано просыпаетесь, так как кортизола мало, в крови очень низкий уровень глюкозы. И вы утром просыпаетесь и быстренько бежите к холодильнику. Это вторая фаза. Потому что голод. Сюда же, если у вас ночной дожор, вот если ночной дожор, на этот пункт прям два пальчика зажмите, потому что это тоже аналог высокого кортизола, который вырабатывается к вечеру, к ночи. Пошли в следующий пункт посмотрим. Следующий пункт – просто низкая стрессоустойчивость и даже апатия. Вот есть люди, которые летают по жизни, которые не успели одно дело доделать, но уберут второе, потому что, боже, какой интересный проект. И они и танцуют, и на гитаре играют, и счетку бьют. И в горы я с вами. Книжку написать – ой, да, точно мне есть что сказать. Но в общем, есть такие люди, которые за свою жизнь успевают трех детей при этом воспитать. Ну и так далее. Ну и все поделать. Вот это вот люди, у которых с надпочечниковой системой полный порядок. Но если надпочечники стащены, то это совершенно другие люди. Они могут делать одно дело в единицу времени. Когда два дела – все. Они и первое не сделают. Понимаете? То есть это, ну вот, фактически низкая стрессоустойчивость. На них сложно положиться, потому что у них нехватка энтузиазма, у них апатия, безразличие, вообще раздражительность, тревожность. Ну, в общем, от них можно тараканов набросать себе в голову, да, и потом их как-то разгребать. Вот это вот самое простое. Если вдруг вы себя словили на мысли, что да, отчасти этот пунктик про вас, ну, зажмите один пальчик. Мы же не критикуем себя, мы просто пытаемся разобраться в своем сложном внутреннем мире. Четвертый пункт – зажмите пальчик, если у вас тяга к соленой пище. Если вы все досаливаете, все вам не солено, это уже включились минералы-кортикоиды. Это уже истощены те клеточки, которые делали большое количество минералов-кортикоидов, а теперь они говорят – баста, карапузики, и кончились от танца. Сколько можно? Мы же живые люди, мы не можем 200% нагрузки делать, мы можем только 100%. Вот. И пятый пунктик. Если у вас частое мочеиспускание, особенно по ночам, тоже зажмите, пожалуйста, пунктик, этот, по пальчику. Почему по ночам? Я уже отчасти вам рассказала. Это частое мочеиспускание по ночам связано с механизмом выделения альдостерона. Это тоже такой гормон. И вот когда его много, то, конечно, вот это вот мочеиспускание по ночам. Конечно, человек не высыпается. Следующий пунктик у нас шестой. Если он у вас позитивный, один пальчик зажмите. Это тот момент, когда к вечеру у вас всплеск активности. Должна быть самая максимальная активность утром? Нет. Вы всё утро как сонная муха, а потом к вечеру думаете, кому же сегодня позвонить, чтобы в клуб съездить, на дискотеку, или просто потусить, или пообщаться. Или как в моём случае, ну у меня ни клуб, ни дискотека, ну вот у меня наконец ночью приходят самые гениальные идеи. Конечно, другого времени нет. Вот именно по ночам. И я давай по ночам там поиск, написание статей и так далее. До этого типа у меня времени не было. Это я о себе. Вы думаете, что я тут идеальная какая-то? Нет. Вот реально интеллектуальная деятельность разгоняется только к вечеру. Есть такое дело, да? Кто такой же, как я? Сова-сова. Вот вы можете тоже зажать пальчик. Ну и наконец, всё это дело, так как минералы, глюкокортикоиды, это гормоны, которые влияют на иммунную систему, глубоко и серьёзно реально влияют на иммунную систему. Причём здесь есть две стадии. Ранняя стадия, стабильно высокий уровень кортизола, подавляют иммунный ответ. То есть на ранней стадии истощения коронавточника вы просто будете ловить любую инфекцию и постоянно болеть. Постоянно частые ОРВИ – это три раза в год и больше. Вот это частые. Частые или длительно болеющие. Так что ОРВИ переходит в бактериальное или грибковое осложнение, и приходятся антибиотики и так далее. То есть затяжные такие простуды. Вот. Один пальчик зажмите, если я про вас только что сказала. А есть более поздняя стадия истощения коры надпочечников. Это уже низкий уровень кортизола. И вот тогда стартуют такие нехорошие болячки, которые называются хронические воспалительные процессы, аутоиммунные заболевания, аутоиммунные тироидиты, ревматоидные артериты. Ой, их очень много, не буду вас пугать. Вот это вот оно. И вы можете себе просто... Это же для вас. Сколько же вы этих пальчиков зажали? Сколько? Это важно. Можете дать обратную связь. Ну, в первую очередь себе, безусловно, обратную связь. Сколько у вас этих пальчиков получилось? Я так скажу, нет ничего непоправимого и нет точки невозврата. Я по поводу надпочечников вам расскажу, по поводу точки невозврата, которая может быть. Но это очень вряд ли, что мы туда когда-нибудь с вами угодим. Просто наша задача никогда туда не попасть. Что в что-то непонятного? Если мы понимаем все эти моменты, значит, надо просто разобраться. Да, у каждого свое количество позитивных этих пунктиков. У кого-то 6, у кого-то 3, у кого-то 9 позитивных. 7 вопросов, 9 позитивных пунктов. Потому что там были оценки по 2 на 1. Да, вот и так далее. То есть, смотрите, это все показывает, насколько глубоко вы в процессе. Ну, и, соответственно, сколько работы нам пригодится для выхода из этого процесса. Субтитры подогнал «Симон»